Здравствуйте! В эфире правозащитный проект сектор безопасности. Меня зовут Виктория Орел. Наша сегодняшняя программа в первую очередь будет полезна автомобилистам. С 19 сентября в Украине заработала система Европротокола, и отныне водители могут не вызывать ГАИ в случае мелких ДТП на дорогах. Владельцы транспортных средств, договорившись между собой, могут самостоятельно оформлять материалы ДТП, чтобы после получить материальное возмещение в страховой компании. Родоначальником такого способа улаживания отношений считается Франция. Там система Европротоколов работает уже 30 лет. Постепенно такую практику оформления ДТП без участия инспекторов внедрили и в большинстве европейских стран. К примеру, в России такая практика работает с 2009 года, а в Украине к этому пришли только сейчас. Во власти уже успели заявить, что нововведения значительно облегчат работу ГАИ, так как не надо будет выезжать на все аварии подряд. И это поможет водителям сэкономить время на ожидании инспекторов для оформления ДТП. Но несмотря на то, что в Украине новый закон уже вступил в силу, применять эти нововведения на практике пока невозможно. Как выяснила наша программа, бланков этих самых европротоколов в Украине пока нет. Моторно-транспортное страховое бюро Украины пока их не напечатало. Соответственно, не получили их и страховые компании, которые по закону должны выдавать бланки европротоколов водителям вместе с полисами страхования. Почему так получилось, что из себя представляют европротоколы, в каких случаях при аварии и как правильно их использовать, чтобы потом получить возмещение убытков от страховой компании, мы расскажем в нашей сегодняшней программе. Европротокол – это специальный бланк, который в странах Европы заполняют водители, участники ДТП прямо на месте аварии, а затем подают его в свои страховые компании, чтобы получить страховое возмещение. Украинский вариант европротокола ничем не отличается от документов других стран, только оформлен на украинском языке. Пока что его можно увидеть только в электронном виде на сайтах ГАИ и страховых компаний. Моторно-транспортное страховое бюро Украины бланки европротоколов еще не напечатало. Соответственно, водители пока не могут самостоятельно оформлять ДТП без инспекторов ГАИ, рассказывают представители страховых компаний, которые по сути оказались крайними в этой ситуации, ведь участники ДТП обращаются именно к ним. На сегодняшний день ни в одной страховой компании европротоколов, бланков еще нет. И это наше государство, и как так получается, что с 19 числа вступает в СИУ договор, и договор европротокола, везде написано, что мы должны выдавать, а на сегодняшний день европротоколов нет ни у кого. И ситуация получается какая-то глупая. Но у нас нет никакого другого способа, кроме говорить своим клиентам, что, пожалуйста, придите в конце этой недели. С 19 сентября страховые компании обязаны выдавать бланки европротоколов вместе с полисами обязательного государственного страхования гражданской правовой ответственности. Тем автовладельцам, которые заключили страховой договор раньше, нужно их перезаключить, чтобы получить европротокол. На руки водителю выдадут один экземпляр бланка, причем совершенно бесплатно. Сейчас он должен написать заявление, получить полис и получить стикер, который клеится на лобовое стекло, обязательно получим бланк европротокола. Если водитель потеряет или использует бланки европротокола, ему нужно будет обратиться в страховую компанию и получить новый. Итак, в каких же случаях автомобилист может воспользоваться упрощенным механизмом оформления ДТП? Воспользоваться европротоколом при аварии владельцы транспортных средств могут при наличии следующих обстоятельств. Участники ДТП имеют полисы обязательного государственного страхования гражданской правовой ответственности. В результате аварии нет травмированных или погибших людей. Водители договорились об обстоятельствах совершения ДТП. У водителей нет признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов. Но и это еще не все. Закон предусматривает порог суммы убытка, нанесенного в результате аварии. Правда, какова эта сумма, чиновники еще не установили. Вот эти все четыре случая действуют только тогда, когда сумма убытка не превышает определенную сумму. На сегодняшний день речь идет о 10 тысячах гривен. Она уже установлена? Она не установлена. Мы предполагаем, что это будет 10 тысяч гривен, но нигде никаких документов еще не указана конкретная сумма. Это будет в районе 10 тысяч гривен. Но сколько конкретно, мы не знаем, мы ждем приказов каких-то. Это не наше внутреннее, это наше государство, это утверждение. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перед оформлением ДТП по упрощенной схеме обязательно сфотографировать место аварии, чтобы потом показать страховщику и избежать лишних неприятностей. Европротокол заполняется четко, разборчиво, от руки шариковой ручкой, желательно печатными буквами. При этом обязательно отмечаются все сведения о каждом участнике ДТП. Исправления в Европротоколе категорически запрещаются. Вместо испорченного бланка заполняется другой. После заполнения Европротокол подписывается обоими участниками аварии. Участники движения должны будут заполнить схему, которая есть в этом протоколе. Прилечь к этому свидетелей возможных происшествий, указать их телефоны в случае необходимости страховые. Сотрудники страховых компаний будут проводить свое внутреннее расследование по этому вопросу. И по возможности сфотографировать происшествие. Объяснить водителю правила заполнения Европротоколов должен продавец страхового полиса. Рекомендации по упрощенной схеме оформления ДТП есть и на сайтах ГАИ страховых компаний. Если водители договорились на месте, заполнили Европротокол и подписали, они могут покинуть место аварии. При этом они освобождаются от обязанности информировать ГАИ о случившемся ДТП. В этом случае водители освобождаются от административной ответственности за то, что покинули место аварии. Эти мелкие происшествия в последующем нам в учет идти не будут, поскольку мы о них знать не будем. Соответственно, человек освобождается от административной ответственности. Если за уезд с такого ДТП, у него же будет на руках заполненные бланки. Соответственно, в госинспекции предъявляются требования, что поезда с места ДТП не будет участник подвижения. Впрочем, если водители хотят привычным образом оформить аварию и вызвать на место ДТП инспекторов, в ГАИ не имеют права отказать. Но если, допустим, по Европротоколу ГАИ не вызвали, Европротокол заполнили, после этого и виновник, и пострадавший, каждый идет в свою страховую компанию, пишет заявление на страховой случай, и один, и второй. И после этого, если будет определена величина ущерба больше, чем та сумма, которая указана по Европротоколу, например, это будет, если указано 10 тысяч, допустим, там убыток на 20 тысяч, мы заплатим только 10. А 10 придется взыскивать либо в добровольном порядке, либо по суду. То есть, если материальный ущерб где-то граничит, или он балансирует на грани вот этой суммы, то лучше вызвать все-таки ГАИ. Отметим, что предельная сумма страховой выплаты еще не утверждена. Скорее всего, по рекомендации Моторно-транспортного бюро, она будет составлять 10 тысяч гривен. В 2013 году граничную сумму выплат страховщиков планируют увеличить до 25 тысяч гривен. Пострадавшие по вине получают деньги от страховой компании-виновника. Это было так всегда. И до Европротокола здесь ничего не меняется. Просто обязательно, если раньше заявление достаточно в трехдневный срок написать пострадавшему, то на сегодняшний день заявление в трехдневный срок должен писать и пострадавший, и виновник. Каждый в свою страховую компанию. Это очень важно, если страховое событие получается по Европротоколу без ГАИ. Отметим, что участники ДТП, по результатам которого был заполнен Европротокол, должны обратиться в страховую компанию не позднее трех рабочих дней с даты аварии и со своим экземпляром заполненного бланка. Законом изменены сроки, в течение которых страховщик должен выплатить пострадавшему в ДТП возмещение. Отныне страховщик обязан выплатить страховое возмещение не позднее 15 дней с момента согласования с потерпевшим его размера. А весь процесс урегулирования не должен превышать 90 дней с момента обращения к страховщику с заявлением о выплате. Но есть еще один принципиальный момент. Если водители решили оформлять ДТП по упрощенной схеме, не вызывать сотрудника ГАИ на место аварии и заполнять Европротокол, то это подразумевает, что водители между собой уже договорились на первоначальном этапе. Кто виновник, а кто пострадавший? И какая сумма ущерба будет добровольно возмещена? И если в дальнейшем вдруг возникнут какие-либо споры между автовладельцами, к примеру, относительно суммы страховой выплаты, то решать их нужно будет исключительно в судебном порядке. Поэтому опрошенные нами водители по-разному относятся к такому нововведению на дорогах. Одни готовы договариваться и пользоваться новой услугой, другие предпочитают не экономить время, а вызывать инспекторов ГАИ на место аварии, чтобы избежать неприятностей. Я думаю, лучше вызывать ГАИшников, потому что всегда будут разногласия между водителями. Он будет, например, говорить, что он прав, а другой будет говорить, что он прав, понимаете? И будет постоянно разногласия. Я думаю, что все равно ГАИшники должны присутствовать при этом. То есть протокол, я в нем никакого смысла не вижу, чтобы он существовал. Я был в этой ситуации, когда было ДТП, и когда были ГАИшники, все было уже ясно, что и как. А когда Европротокол-то сами заполняют... Это правильно, потому что много времени уходит на все ожидания, вызов ГАИ на место ДТП и прочее. А так мы на месте можем, допустим, договориться с действительно мелким ударом или ущербом. Ну, как бы, если страховая компания у него, у меня, не дай бог. Так что я считаю, что это правильно. Многие водители не знают, как правильно это заполнять. То есть, как бы, я в интернете видел уже, как бы, советы, но... Самого Европротокола нет. То есть у меня машина немножко раньше застрахована, мне еще почти год по ней ездить. И как в этом случае поступать, в принципе, непонятно абсолютно. Если действительно небольшие нарушения и нет спора в том, кто виноват, скажем, то я думаю, да. То есть на парковках у супермаркетов кто-то кого-то зацепил. Ну, это я считаю, что нормально. На том, что если мы вызываем ДТП, то машины должны стоять так, как они стояли. Это создает пробки на дороге. И время на решение вопроса увеличивается. Из-за этого страдают другие люди. Вот, если мы не будем вызывать ГАИ, то все это быстрее решается, и другие люди не попадают в сложную ситуацию. Новый закон ликвидировал краткосрочные договоры и различные типы полисов. Если раньше полисы страхования были трех типов, выписывались либо на конкретного водителя, либо на группу лиц, управляющих автомобилем, то теперь сохранится только договор ОСАГО первого типа. Один автомобиль – любой водитель. Это говорит о том, что все на законных основаниях могут иметь право пользоваться этим транспортным средством, и ответственность этого человека будет застрахована. Самое важное, чтобы было законное право садиться за руль. Однако есть и неприятная новость. Вскоре после нововведений страховые полисы для водителей подорожают. На сегодняшний день пока цены не увеличены. Они будут увеличены обязательно. И примерно это будет увеличение тогда, когда будут применены полисы нового образца. Мы их ожидаем где-то ориентировочно в ноябре месяце. Тогда же примерно мы ожидаем и увеличение стоимости полисов автогражданки. А каких суммах вообще может быть увеличиваться? Не будет увеличения в разы. То есть сейчас такая политика, что чем больше город, тем больше увеличение. Тем меньше город, тем меньше увеличение. Меньше всего ощутят на себе увеличение цены. Это жители сел, то есть небольших населенных пунктов. В большей мере это будут города-миллионники. Это Киев, вот эти большие города. Мы предполагаем, что это будет процентов, может быть, 30-20 процентов, не больше. ГАИ Украины не сомневаются. Упрощенный механизм оформления ДТП станет популярным в нашей стране. По информации ведомства, сейчас из всего количества ДТП лишь 15% составляют аварии с пострадавшими, где необходимо профессионально оформить события, то есть с участием работников ГАИ. Особенно необходима такая услуга будет во время проведения чемпионата по футболу Евро-2012, во время которого ожидается наплыв болельщиков-автолюбителей из европейских стран. В то же время в страховых компаниях пока не ожидают наплыва клиентов с оформленными европротоколами. Услуга все-таки новая и непонятная. К тому же это во Франции и других цивилизованных странах большинство водителей могут договориться и полюбовно разойтись, не вызывая полицию на место происшествия. К примеру, в России, где практика использования европротоколов действует с 2009 года, это новшество не заслужило популярности автовладельцев. И лишь порядка 10% аварий оформляются с помощью европротокола. Очевидно, что введение европротокола в нашей стране напрямую связано с проведением Евро-2012. И здесь мы должны соответствовать правилам жизни европейской семьи. Думается, что отсутствие бланков протоколов и неторопливость чиновников в исполнении закона свидетельствует тому, что они о своих гражданах заботились. Между тем, эксперты отмечают, что неразбериха, с которой вводится новый закон, он может сыграть на руку как недобросовестным страховщикам, так и страхователям. Уже сейчас страховые компании заявляют, что при наличии ошибок и неточностей при заполнении европротоколов, а на первых порах их не избежать, они будут отказывать пострадавшим в выплатах. Страхователи же могут заполнять европротоколы, намеренно искажая обстоятельства аварии, по сути, занимаясь мошенничеством. А проверить все страховые случаи в компаниях вряд ли смогут, поскольку не хватает страховых комиссаров, которые выезжают на место ДТП. Поэтому страховщики надеются на сознательность водителей и советуют не приобретать полисы с рук, ведь можно напороться на недобросовестных агентов, купить поддельный полис, и тогда возмещение ущерба будет отказано. Поэтому внимательно изучайте законодательство, консультируйтесь с юристами и страховыми агентами, но самое главное – не нарушайте правила дорожного движения, чтобы не пришлось оформлять ДТП, хоть и по упрощенной схеме. На сегодня все. Если ваши права нарушены и вынуждаетесь в юридической консультации, обращайтесь на горячую линию проекта «Сектор безопасности» по телефону и электронному адресу, указанному на экране, а также пишите в комментариях на сайте Центра журналистских расследований. Увидимся через две недели в «Секторе безопасности». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин